Понимает ли Путин, что у него осталось совсем чуть-чуть времени привлечь? Не понимает. Не сразу вам даю ответ. Не понимает. Она все равно просащится информацией из ближнего круга Путина. О его реакции, о его времяпровождении, о его осуждении. Такое впечатление, что дедушка действительно не в адеквате. У меня складывается такое впечатление, что он действительно у него, как я уже извините, кукухой травнулся. Перехожу на язык Пригожина. Наиболее литературная часть выступления. Кукухин тут точно поехал. Потому что он вообще не понимает, что не так много времени осталось. На мой взгляд, до конца. Они надеются на очень долгое правление. Они надеются на какие-то переговоры. Они надеются на какие-то контакты. Они надеются на какие-то компромиссы. Они надеются на диалог с Западом. И они, в общем-то, Путин пребывает в уверенности, что все еще можно решить. Он надеется на Китай. И так далее. То есть совершенно очевидно, что Путин не понимает до конца, по крайней мере, точно не понимает всего трагизма его собственного положения. Я сейчас не жалею его ни в коем случае. Он должен быть, как военный преступник, давать показания в ГАГе на публичном мировом процессе. Но просто надо понимать, что по всей вероятности, что-то в его психике, в его, так сказать, ментальности, в его ментальном здоровье произошли какие-то сдвиги. Он находится неадекватно. Мне-то уже не первый источник говорит об этом. Либо он сверхталантливый актер, во что я не верю. Либо он действительно не понимает, что все идет к финальному, драматическому и даже трагическому для него лично концу. А сами россияне понимают, что дедушка-то уже не в адеквате? Опять вопрос. Какие россияне? Процентов 35-40 уже понимают. Процентов 20 еще не понимают. Остальные между, так сказать, молотом и наковали. То ли туда, то ли сюда. Поэтому, конечно, у нас опять-таки все эти цифры, которые говорили, что 86% поддерживало Путин, никогда не поддерживало 86%. Ну, никогда. Все это придумано. Все это, это как вот информационная психология, как и ПСО, да, она сейчас называется. Вот так вот сокращенно. Все это придумано. Даже когда самое отвратительное время было, и был вот этот идиотский, так называемый, патриотизм, даже тогда 30% были против войны, против Путина. Даже в этот момент. Потому что я всегда говорю, вот мы сейчас разговариваем с одним ученым человеком, по его все знаете, фамилию называть не буду. Я говорю, я вот считаю, что в России, в чем уникальность ситуации политической, никогда общество не было так расколото, никогда в обществе не было десятков миллионов людей, которые восприняли вот это 30-летие. Там был свободный голос, там была какая-то демократия, там была какая-то свобода, там была пропаганда демократии и свободы, в хорошем смысле этого слова. И эти люди исповедуют свободу и демократическую взгляды. И этот человек, который лучше меня знает, тем сказал, ты абсолютно прав. То есть, даже в самые худшие мрачные дни вот этой войны, всегда процентов 30 населения, самое маленькое, выступало и было против Путина, против войны. Другой вопрос, что они подавлены, они зашуганы, они находятся под гнетом репрессий, угроз, расправ и так далее. Огромная армия им противостоит, вооруженная полностью, так сказать, наделенная гиперполномочиями. Другой вопрос. Но если мы говорим о сознании российского народа, то 30% это был минимальный цифр, который всегда был против войны, против Путина. Я надеюсь, что с каждым днем все больше россиян будет. А сейчас намного больше, а сейчас намного больше, это все отмечают. Даже у меня была беседа сейчас с таким оптимистом, который общается, ну, довольно с высоким уровнем российских всяких там чиновников, политиков и так далее. Он, несмотря на то, что гораздо более оптимистично оценивает ситуацию в России, чем я, намного более, он сказал, да, вот с падением рейтинга, снижение, так сказать, число сторонников войны, абсолютно точно такой прав. Это идет, это я подтверждаю. Хотя вот есть то, о чем вы там недооцениваете. Он говорит, вы оппозиция, недооцениваете, вот тот, 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 тот. И я, понятно, что это оценки его, его там людей. Но вот тут мы точно согласились, что идет процесс падения рейтинга Путина, нарастание негатива к войне, ко всему тому, что происходит. И это будет иметь для Путина, на мой, я на очень надеюсь, катастрофические последствия в самом ближайшем будущем. И мы на это надеемся. Субтитры создавал DimaTorzok